Привет, друзья! День повышения качества, четвертая часть. Как обычно, мы по субботам собираемся для того, чтобы найти способы, как нам стать полезнее для наших клиентов, для компании, и как через это получать больше. Эту субботу будет классная тема создания и несоздания, как эти микрорешения спрятаны в нашу жизнь и как они влияют на нее. Например, если мы ругаемся с человеком, мы на самом деле принимаем в этот момент решение не создавать что-то в себе, то есть способность разбираться с такими ситуациями, решение не создавать что-то в человеке, спокойствие, мы решаем в нем не создать спокойствие, мы решаем не создавать с ним какие-то классные штуки вместе, которые мы могли бы сделать. Эти решения не создания, они на нас влияют, они что-то от нас отъедают, они уменьшают наши способности вообще в жизни. Например, если мы берем кредит вместо того, чтобы заработать деньги, мы решаем не создать ресурс, мы решаем выжать что-то из мира какими-то способами. Если мы запускаем какой-то проект и мы стараемся использовать старые ресурсы, даже если они не очень классные, какие-то старые вещи, которые у нас есть, какие-то знакомые люди, которые не очень профессиональны в этом, но они есть под рукой, мы стараемся их использовать. Мы тоже решаем не создавать, мы решаем не привлечь лучшее, мы решаем не найти классные вещи для проекта. И эти решения, вот они, из них строится жизнь, и они определяют то, что получается у нас. В эту субботу мы найдем очень много таких решений в жизни, будет очень много конкретики, конкретных вопросов, десятки. Разбираясь в них, вы выпишите десятки вещей, десятки сфер, где вы приняли решение не создавать, и вы не видите эти решения. Конкретно я расскажу, как я принимал все решения по деньгам в своей жизни, как я начал делать первые деньги, как я выходил на пассивный доход. Я делал 800 долларов в месяц чистыми, почти без затрат, я тратил час времени в неделю на это, мне было 23 года. Как я принимал решение создавать студию сайтов, какие решения приводили это к подъему, какие к потерям. Расскажу, как я потерял 900 тысяч рублей однажды некоторыми неправильными действиями, какие решения не создания привели к этому. Вы сможете все это выцепить, применить это на себя. Вот такая прямая экономия, кто-то может кучу всего себе сэкономит и найдет способы поднять то, что он делает. Расскажу, как я доходил до 300 тысяч рублей в месяц, работая по контракту, какие тоже правильные решения приводили к этому, решение создавать, а не падать под проблемой. Вот это будем разбирать. Четкий план у каждого будет подействовать, что ему сделать в ближайшую неделю, чтобы развернуть свою ситуацию, чтобы остановить потери, чтобы поднять то, что есть. То есть профессии разные, каждый это к себе применит. Для фрилансеров, для сотрудников, для некоторых руководителей. Вот так. Вот что говорят люди, которые были на прошлых семинарах. Вот их отзывы. Алексей, спасибо тебе большое за этот тренинг. Я выписал себе в целом где-то около 10 очень интересных вещей, которых я внедрю в ближайшее время. Прямо сейчас я отметил, что я буду улучшать в своей работе. На мой взгляд, подход нестандартный и в бизнесе он полезен. Хорошо. Приходите в субботу. Я буду вас ждать. Нижний Новгород вживую в 15 часов дня. В 15 часов дня? В 15 часов. Участие бесплатное. Для участия нужно записаться вот по этой ссылке. Поставить там плюсик. Записывайтесь, приходите. Я вас жду, друзья. Давайте отожжем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok